Небольшое предприятие, которое делает большое дело. В Иванове открыт первый цех по обезвреживанию ртуть содержащих ламп. Специализированное оборудование, которым два, по сути, большая мясорубка. Лампу дробит на компоненты. На узел загрузки ламп подаются лампы. Дальше лампы по ускорительной трубе попадают в дробилку, которая находится на дробильно-сепорационном устройстве. Здесь происходит вибрация и за счет разности сит разделяются компоненты. Здесь у нас стеклобой, стекло очищенное от люминофора и от паров ртути. На выходе стекло, алюминиевый цоколь и люминофор. Первые два компонента перерабатываемые в торсырье. Последний отправляют в Московскую область на специальное предприятие для выделения ртути. Ну а сами пары металла задерживаются в адсорберах. Вот такой нехитрый процесс. Но до компании Камир никто этим в регионе заниматься не хотел. Юридические лица, которые имели лицензию на сборы транспортирования данного отхода, ртутных ламп, собирали их с потребителей. Брали за это деньги. Дальше аккумулировали транспортные партии и передавали в другие регионы. Это Ярославль, Чебоксары и Москва. Раньше лампы на утилизацию принимали за 13-15 рублей за штуку. С 2014 года молодая эко-компания сбила этот ценник до 7-8 рублей. А теперь и возить никуда не надо. Работает Экомир с юридическими лицами, управляющими компаниями и ТСЖ. Во многих дворах уже есть вот такие желтые контейнеры для опасных отходов. Механизм этого сбора нам еще предстоит одним серьезным образом работать. Пока это все-таки профилактика, пока это образование, пока это убеждение. Но я верю в наш народ. Жители многоквартирных домов сами могут обратиться к своей управляющей компании с предложением заключить договор на утилизацию люминесцентных ламп. Понятно, что это потребует дополнительных трат. Но это инвестиции в будущее планеты. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.